В ближайшие полчаса поговорим о главных событиях минувшей недели. Вы смотрите итоги на своем. Я Герман Кудеяров. И вот самое важное. Ставропольский край продолжает наращивать сотрудничество с Белоруссией. В правительстве региона обсудили работу общественного транспорта. А еще на Ставрополье продолжается проект «За здоровье». Это коротко. А теперь к полному анонсу выпуска. В Весентуках благоустраивают сквер. Почему выбрали именно этот объект? Первый праздник за 70 лет, как на Ставрополье ремонтируют жилые дома. Мы побывали в самом западном регионе страны. Зачем ставропольцы приехали в Калининград? Синичкин день. Почему мы встретили белок, но не увидели синиц? Мы начинаем. Ставрополье и Беларусь продолжают укреплять партнерские связи. За пять лет торговый оборот между регионом и республикой вырос в полтора раза. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров во время рабочей поездки в союзное государство. Делегация края посетила ряд предприятий, которые входят в состав крупного машиностроительного холдинга. Также подписали соглашение о сотрудничестве. Владимиров отметил, что наш регион продолжит наращивать экономические отношения с Беларусью. Мы сегодня день посвятили заводы. На самом деле тут 11 заводов только в одной Беларуси. Аструкторское бюро посвятили. Это компетенции навсегда, которые могут остаться в Старопольском крае. Вне сомнения. Важны налоги, важны новые рабочие места. Но важнее компетенции для наших детей ничего нет. То есть наши дети будут достойными машиностроителями мирового уровня. Это самое главное. Идем далее. Пятигорчанам, которые пострадали от пожара в доме на улице Пальмира-Тольятти, выплатят компенсации. Такое поручение дал губернатор Ставрополя Владимир Владимиров на еженедельной планерке в правительстве края. Региональное министерство труда и соцзащиты населения выплатит каждому жильцу дома по 10 тысяч рублей. Кроме этого, владельцам имущества, которое сильно пострадало в результате возгорания, возместят по 100 тысяч рублей. Средства на эти цели выделят из краевого бюджета. Те компенсирующие мероприятия, непосредственно ремонт в квартире, которая пострадала, или там всех, которые дальше пострадали, я уверен, там и водой залили, когда пожар тушили. И все там, вот исходя из этого. Я хочу, чтобы вы, ну хотя бы до конца завтрашнего дня, имели четкую схему финансирования. Также на планерке обсудили работу общественного транспорта региона. Прозвучало, что на телефон горячей линии только за минувшую неделю обратились 68 человек. Большинство обращений связаны с нарушениями графика движения транспорта. Губернатор поручил краевому Миндору применять к недобросовестным компаниям более жесткие меры реагирования. Все там против наказания, но тем не менее, чтобы перевозчики понимали, что за нарушение графика, вот после прямых линий мы с вами обсуждали, при встрече с гражданами обсуждали, при нарушении графиком, там, единичном предупреждении, ну дальше надо уже жестко требовать, чтобы либо штрафовать, либо снимать с маршрутов, потому что, ну, все нарекания от того, что нет периодичности и нет соблюдения графика движения по маршруту. И вот как раз о дорогах. Месяц назад в Ставрополе завершилась реконструкция улицы Шпаковской. Изменилась и схема проезда на участке. О пропускной способности отрезка на текущем этапе рассказали в Центре организации дорожного движения краевой столицы. Сократилось время проезда от улицы 50 лет в ЛКСН до Доваторцев. Теперь во время наибольшей загруженности этот путь можно преодолеть за 10-15 минут. А средняя пропускная способность на участке увеличилась примерно на 600 автомобилей в час. Время ожидания и время сократилось стояние в пробке. То есть сейчас, если раньше у нас заторовые ситуации начинали возникать с 7.30 часов утра до 9.30, то сейчас это время сместилось с 8 до 9.00, то есть порядка часа мы выигрываем времени. С точки зрения простоя и замедления транспортных средств, сейчас, если раньше прохождение участка занимало от 15 до 30 минут, то сейчас это уверенные 10-15 минут в зависимости от дорожной обстановки и погодных условий. Также на брифинге рассказали, что все светофоры на улице Шпаковской подключены к интеллектуальной транспортной системе. В течение месяца диспетчеры регулировали режимы их работы с учетом загруженности. Во время осенних каникул, когда трафик значительно снизился, обновленный отрезок улицы Шпаковской утром и вечером можно было проехать за 7-10 минут. К другим темам. На Ставрополе продолжается благоустройство. Сквер на улице Буачидзе в Ясентуках преображают благодаря победе во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Что изменилось в городе-курорте и когда завершат работы? Прогулялась по обновленному скверу Кристина Казмина. Раньше сквер на улице Буачидзе в Ясентуках был просто лесополосой. Сейчас здесь создают точку притяжения для жителей и отдыхающих. Деревья сохранили, вырубили только сухостой. В новом сквере обустроили несколько воркаут-зон. Одна из них уже полностью готова. Прорезиненное покрытие, множество турников – все для спортивного образа жизни. Проект благоустройства выиграл во всероссийском конкурсе лучших идей создания комфортной городской среды, малых городов и исторических поселений. Работу по преображению сквера курирует Министерство ЖКХ «Края». На территории 6 гектар будет располагаться большая прогулочная зона. Также объекты, в первую очередь, детские игровые площадки, спортивные площадки, зоны для спокойного отдыха. Также на протяжении всего объекта имеется велодорожка протяженностью практически полтора километра. Одним из главных украшений сквера станет освещение. Более 500 светильников с современным дизайнерским решением будут радовать гостей и жителей города-курорта. Уложено сейчас порядка 9 тысяч квадратных метров плитки. Смонтированы все арт-объекты, все малые архитектурные формы, воркауты, детские площадки. Сейчас заканчиваем спортивное покрытие детских площадок. Ну и занимаемся заточными работами. В сквере создадут пространство для тихого отдыха и активных занятий. Завершить благоустройство планируют уже к декабрю. По поручению губернатора Владимира Владимирова в сквере также установят питьевой бювет. Прогулялись по курорту Кристина Казмина и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Вот все-таки обновления со временем нужны абсолютно всему. Представьте себе жилой дом, который не ремонтировали 70 лет. Звучит страшно, и некоторые здания за свою историю действительно ни разу не видели масштабной модернизации. К счастью, на Ставрополье многоквартирные дома обновляют. Реконструкции дождалось жилое здание в Андроповском округе. На что при ремонте обращают особое внимание и как быстро проводят работы? Ответ в сюжете Ильи Белозерова. Многоквартирный дом на улице Красной в Курсавке возвели в далеком 1955 году. С того момента здание ни разу не видело капитального ремонта. За это время больше всего износилась кровля. Видите, вот это все, это выедено. Это не просто отвалилось. Это именно караец жучу, который заводится. И вот внутри что с ним происходит. То есть с лесу уже все. Поэтому я и говорю о том, что зиму ближайшую уже бы дом, крыша не пережила. А крыша не дожила даже до зимы. Потому что многоквартирный дом попал под программу капитального ремонта. Так перекрытие выглядело пару месяцев назад. А так выглядит сейчас. Крышу, можно сказать, построили заново. Установили новые опоры, уложили утеплитель и гидроизоляцию. Без преувеличения такая конструкция может простоять сотню лет. Конечно, если правильно за ней ухаживать. Чтобы грамотно обслуживать кровлю, необходим доступ к внешней поверхности. Крышу нужно очищать. Для этого мы ставим ограждение на эту крышу, чтобы можно было выходить туда ее чистить. Чистить водосточную систему, желоба. И внутри, раз в определенное количество лет, нужно производить огнебиозащиту. Сейчас мы это сделали. Но по прошествии определенного количества лет нужно повторять. К капитальному ремонту дома подрядчик приступил 7 октября. Работы на объекте планируют завершить в ближайшие дни. Регулярная проверка фондом капитального ремонта, специалистами их отделов, позволяет контролировать не только качество выполненных работ, а также их сроки выполнения. Сегодня на Ставропольском крае более 9 тысяч многоквартирных домов включены в региональную программу. Для проведения капитального ремонта эти дома нуждаются в обновлении. С начала 2024 года фондом капитального ремонта было принято более 270 конструктивных элементов в 213 многоквартирных домах. В министерстве ЖКХ Ставропольского края нам рассказали, что на Ставрополе с 2025 года размер взносов на капитальный ремонт увеличится. Это связано с повышением стоимости проведения работ. Удорожание материала происходит практически каждый день. Оно неконтролируемое. От начала ремонта до конца ремонта материал может взлететь от 5 до 10%. То есть поставщики прекрасно знают, в какой сезон происходит ремонт тех же крыш. И, соответственно, лес с прошлого года подорожал более чем на 40%. Металл также. Заработные платы работников тоже выросли практически в два раза. Убедились, что капитальный ремонт многоквартирных домов качественный. Илья Белозеров и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Это была первая часть выпуска. И впереди немало интересного. Оставайтесь с нами. Вот о чем расскажем. Мы побывали в самом западном регионе страны. Зачем ставропольцы приехали в Калининград? Чудеса за месяц. Как восстанавливаются дети в краевом центре реабилитации в предгорном округе? Синичкин день. Почему мы встретили белок, но не увидели синиц? На Ставрополе продолжается реализация проекта «За здоровье». Программа помогает жителям отдаленных территорий получать консультации специалистов ведущих региональных медучреждений и приходить современную диагностику прямо рядом с домом. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях. Упор делается не только на прием взрослого населения. За неполный год специалисты осмотрели более тысячи детей по всему краю. А еще в регионе больше 300 семей, которые приняли на воспитание детей и получили единовременное пособие. Разовую меру поддержки могут получить усыновители, опекуны, попечители или приемные родители. Важно, чтобы они были гражданами России и постоянно проживали на этой территории. Выплата предоставляется в фиксированном размере и составляет 24 604 рубля. Если семья усыновляет ребенка с ограниченными возможностями здоровья, мальчика или девочку старше 7 лет, а также братьев и сестер вместе, пособие выплачивают в размере 187 996 рублей на каждого из детей. Чтобы получить единовременную выплату, необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу отделения социального фонда России по Ставропольскому краю или в МФЦ. От заявителя потребуется только копия решения суда об установлении ребенка. Остальные документы специалисты отделения СФР запросят самостоятельно. Заявление можно будет подать через портал Госуслуг или направить по почте. Если у вас еще остались какие-либо вопросы, звоните по телефону, который видите на экране. 8 800 10 401. А мы идем далее. В Краевом центре для детей и подростков с ограниченными возможностями юные пациенты проходят реабилитацию по развитию и коррекцию речи. Иногда всего за одну смену может случиться настоящее чудо. Анастасия Толстолуцкого расскажет подробнее. Тебе нравится здесь отдыхать? Да. А что больше всего нравится? Сниматься. Наш будущий коллега Вадим приехал в Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок» вместе с мамой. У мальчика нейропатия бедренного нерва. Ходить ребенку помогает специальный костюм. Дети, которые нарушена походка, не могут ходить сами, но могут передвигаться при поддержке. Их помещают в эти костюмы, накачивают камеры воздухом. И получается своеобразный экзоскелет. В центр дети приезжают на 22 дня. Спят, играют и, конечно, лечатся. Реабилитационные мероприятия различные. ЛФК, больнотерапия, грязелечение, массаж, физиотерапия, механотерапия. Все это в игровой форме. Я сейчас прохожу БОС-терапию, разрабатываю кисти рук. А как ты это делаешь? Вот, шарики. Тут есть с кем поговорить. Тут много добрых людей и хорошие воспитатели, доктора. Мне тут очень нравится. Можно завести много новых друзей. Некоторые пациенты нуждаются в сопровождении, поэтому приезжают вместе с родителями. Среди мам и Лейла Махмудовна у женщины трое детей. Младшему поставили диагноз болезнь пертеса, при котором разрушается тазобедренный сустав. Но после первого посещения реабилитационного центра у Ибрахима начались улучшения. Мы когда поехали в феврале месяце в Питер, нам сказали, нам, в общем, не будут делать операцию, потому что у ребенка уже сустав восстанавливается. Я, честно говоря, была в шоке. Пока дети на процедурах, родители не скучают. Мы вчера ездили на конную ферму с детками. Куда мы еще заезжали? Монастырь даже женский заезжали. Вот тут для мамочек дискотека, кстати, есть у нас. Ну, не для мам, для деток. Ну, и мамы там участвуют. Не только детки. Фильмы ходим, смотрим. С внучкой разве можно отдохнуть? Ну, понятно, конечно, конечно, отдыхаем. Вот уже вчера ездили на экскурсию, очень понравилось. Еще впереди две экскурсии или три, которые предлагают нам. Очень хорошо. Точно никто не скучает и в отделении психолого-педагогической реабилитации. У специалистов много работы. В игровой форме детям помогают развивать социальные способности. Это темная сенсорная комната. Здесь проводятся групповые индивидуальные занятия. На снятие эмоционального напряжения, повышение эмоционального фона. Дети здесь вообще расслабляются, получают массу удовольствия. Музыкальное сопровождение, зрительные стимуляторы, сухой душ. Здесь дети могут побыть в одиночестве. Организована и морская комната, где можно поиграть с водой и песком. Дети здесь не только лечатся, но и занимаются творчеством. Вот это доска для мальчиков. Они рисуют, вырезают, делают подделки, аппликации. Но самое интересное, что многие дети, приезжая сюда, до этого даже не умеют вырезать, пользоваться ножницами. А потом уезжают с навыками и привозят вот такую красоту домой. В этом детям помогают добрые феи из дома творчества. Делают картины из ткани, а еще создают красоту при помощи утюга и восковых мелков. Осень вновь заглянула в мой дом, словно яркая дивная птица машет мне своим бёстрым крылом. Молодец! Мы рисовали пейзаж осенью, да? Мы молодцы! Также есть преподаватели по развитию и коррекции речи. Деятельность Краевого реабилитационного центра «Орлёнок» курирует региональное министерство труда и социальной защиты населения. Благодаря федеральному проекту «Доступная среда» и Краевой госпрограмме «Социальная поддержка граждан» в этом году в центре появился роботизированный ортопедический тренажер для восстановления навыков ходьбы. Основная цель – содействовать развитию ребёнка с ограниченными возможностями. Для этого у нас существует порядка 120 реабилитационных методик во всех этих отделениях. И социализация в идеале – возвращение этого ребёнка к полноценной жизни. В ряде случаев нам этих целей достигать удаётся. А познакомились с деятельностью центра Анастасия Толстолуцкая и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. А ещё на этой неделе отметили Синичкин день. Официально праздник утвердили несколько лет назад, однако в народе традиции соблюдают многие годы. Как принято отмечать этот день, и где можно найти синиц, чтобы поздравить. На охоту с фоторожьём отправился Илья Белозёров. В Синичкин день наша съёмочная группа отправилась в Таманский лес, чтобы поздравить птичек с профессиональным праздником, а также угостить вкусностями в виде семечек. Или ты Синичка? У нас Синичкин день. Что, и всё? Это была не Синичка. Найти синицу в лесу оказалось сложной задачей. Хотя в Ставропольских лесных массивах много других обитателей, больше всего голубей. Стоит хоть чуть их прикормить, так они больше не отстанут. Меня они на самом деле преследуют. Конечно, понятно, что еды у них тут не так много, и я стал их официантом, так сказать. Ну, вот жалко, что мы синичек не нашли. Покормить птиц не единственный способ отметить праздник. Некоторые своими руками мастерят кормушки и скворечники. Ну, плюс то, что она деревянная, а минус, да, низко висит, она и криво висит тоже, и рядом с дорожкой. То есть её может какой-нибудь велосипедист невнимательный или самокатчик задеть просто-напросто. Мастерить кормушки – целая наука. Разные материалы и способы крепления. В такой момент главное не навредить природе. Ну, на первый взгляд кажется, что это хорошо, что вот старые канистры дали вторую жизнь. Но, с другой стороны, мы видим, что выглядит она довольно непрезентабельно. И, ну, уже грязнится и от дождей, и от того, что там еда, которая, кстати, может с пластиком вступать в химическую реакцию и выделять газы. Для изготовления экологичной кормушки можно использовать быстро разлагающиеся материалы. Например, бумагу, картон и древесину. Например, эта кормушка вообще не крашеная, обычная из дерева. Такая хорошая, это правильное решение будет? Ну, смысл красить всегда в том, чтобы дольше прослужило. В данном случае она, видно, что новая. Ну, тоже какое-то время послужит. Так, в принципе, она тоже довольно симпатична. Но уже видны кое-где потемнения. Мы узнали у людей, отмечают ли они Синичкин день. А скажите, вот сегодня Синичкин день отмечают. В этот день принято кормушки делать или скворечники. А вы что-то чем-то таким занимаетесь? Раньше давно занималась этим. Вот у меня, я живу рядом с лесом, где Комсомольский пруд. Там частные дома. Белки вообще вот у соседки живут прям. И к нам бегали, и птицы тоже кормили. Вот было бы время, я бы тоже еще чаще кормила. Делали, например, те же кормушки, скворечники? Делали. Ну, в садике, да. А сейчас не хотите продолжить эту традицию, например? Да пока нет. Мы иногда делаем. У нас в прошлом году в школе была акция по поводу скворечников. Делали, выставляли. Так что бывает такое. Наши поиски Синичек не увенчались успехом. Поэтому мы отправились в ботанический сад. Здесь мы сразу обратили внимание на расположение кормушек на земле. Прибивание к старому дереву гвоздем кормушки ничего не навредит ему. Но если мы по весне возьмем кормушку, большой гвоздь достаточно, который пробьет кору и достанет до ствола дерева, то это помешает ему сокодвижением. Дереву будет грустно и в целом плохо. Это может повредить, повлиять на здоровье дерева. Также нам рассказали, что лучше всего кормить Синичек семечками, несоленым салом, очищенными орехами и сухими ягодами. Но в меню у птиц есть и противопоказания. Хлеб может быть в репе для пищеварения синичек. И поэтому мы в основном подкармливаем, скажем так, только натурпродуктам, половина из которых растет у нас в ботаническом саду. Оказалось, что синицы прилетают в основном туда, где их постоянно кормят. Поэтому обнаружить птиц может стать невыполнимой задачей. Весь день искали синичек, но нашли только белок и голубей. Илья Белозеров и Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. А сейчас отправляемся на побережье Балтийского моря. Там прошел всероссийский молодежный форум «Шум». На другой край страны отправилась и наш корреспондент. Не будем раскрывать все секреты и обо всем подробнее в специальном репортаже Анаида Нилян. Стоп! Вы тоже не поняли, что это было? Давайте по порядку. Это мы так отшумели на Всероссийском молодежном форуме в Калининградской области. Каждый добирался как мог. Кто-то по воздуху, а кто-то по железной дороге. Путь из Ставрополя не из легких, но при этом оставил приятные впечатления. Это почти два дня, учитывая пересадки в Ростове-на-Дону и Москве. По железной дороге мы проехали еще и Беларусь. Положаные сябры, сердечно витаем вас у Беларуси. Столицу Минск и другие города. И даже оказались в Литве. Но все прошло хорошо. Еще пару городов за окном, и мы в Калининграде, в старинном прусском Кёнигсберге. Отсюда до некоторых европейских столиц можно добраться всего за несколько часов. Самый западный город России образовали после победы Советского Союза во Второй мировой войне. По итогам Подсдамской конференции 1945 года треть территории бывшей Восточной Пруссии с городом Кёнигсбергом вошла в состав СССР. Теперь в Калининградской области красиво переплетаются многовековое прошлое и прогрессивное настоящее. Это мама Варя из семейства хомлинов. Она находится в башне Врангеля. Дедушку, папу и других членов семьи можно найти в городе по основным туристическим местам. И мы, впервые оказавшись здесь, тоже решили найти всех фигурок. Хомлины в Калининграде – это маленькие сказочные существа. Их называют еще хранителями домов. Первую такую скульптуру установили в городе в 2018 году. Мы нашли трех сказочных человечков из семьи. Хомлины полюбились как жителям, так и туристам, которых здесь всегда много. Именно Калининградская область на неделю стала столицей мировой журналистики. Ставропольский край представляли шесть человек. Специалисты из 86 стран мира приехали поделиться знаниями и узнать новое. Ожидания мои оправдались в том плане, что я познакомилась с кучей замечательных, прекрасных профессионалов, моих коллег, не только из России, но и из абсолютно разных стран. Для меня это очень ценно. Мы решали кейсы по кидо, по волейболу, по футболу, ездили на матчи в Балтике. Было интересно, потому что я никогда до этого спортом не занималась. И, конечно, это другой совсем взгляд на журналистику. Я обычно писала, когда работала в университетской газете, я писала обычно на что-то связанное с образованием, с наукой, с культурной жизнью университета. То есть тема спорта обычно затрагана с другими журналистами, другими корреспондентами. В Калининграде тепло встретили гостей. Участники из Беларуси приезжают сюда с большим удовольствием. В студенческие годы я очень часто посещал города России. То есть это были международные мероприятия. Я приезжал в Москву, я приезжал в Смоленск, я приезжал в Калининград. И тоже именно Россия меня как-то и возделывала, и давала мне новые какие-то силы, и давала эти надежды, и энергию, и компетенции. Мне очень понравилось то, что вниманию уделили много теме фейк-ньюс, потому что в интернете все больше встречается фейковых новостей. И хочется, чтобы люди просто умели включать критическое мышление и разбираться в этом. Кроме образовательной программы, участники также работали над своими кейсами. Разделившись на команды, журналисты предлагали свои решения задач крупным организациям страны. И знание русского особенно пригодилось иностранцам. Самое главное, я уже изучаю русский язык. Поэтому я уже узнаю очень много вещей о России. И культура, и, конечно, состояние и ситуации новой поколения. Я хочу поделиться нашими фото и процессами, как мы сделаем свой кейс. И особенно я обязательно предоставляю моих друзей, приезжайте в Новосибирск. Об актуальных проблемах журналистики участники рассуждали вместе с экспертами, специалистами из разных сфер медиаиндустрии. Конечно, напомню. Так я и выбрал форум, потому что я посмотрел, какие здесь другие участники. Какая здесь крутая программа деловая. Посмотрел, кто выступает. Потому что для меня это тоже возможность обвиняться с кем-то опытом. И вообще, такого формата мероприятия, это прежде всего нетворкинг, обмен опытом. Дни на форуме пролетели быстро. Закрытие стало ключевым событием, на котором определили победителей кейсов. И наша команда стала лучшей в решении кейса от Национального совета Айкидо России. Заказчикам мы предложили сайт с обновленными разделами. Плюс к этому придумали концепцию сайта для детей. Дамы, поздравляем вас! Благодаря поддержке правительства Ставропольского края и Центра молодежных проектов региона, Ставрополье достойно представило себя на форуме. Только вот увидеть всех хомлинов и походить по всем туристическим маршрутам мы не успели. Из-за насыщенной программы. Поэтому с радостью приедут в Калининград еще раз. Анна и Данилян, Ксения Рябухина и Дарья Матюшевская. Специально для Ставропольского телевидения из Калининградской области. У меня на этом все. Именно так и запомнилась минувшая неделя, но следующая будет не менее насыщенная. Вы смотрели итоги на своем. Меня зовут Герман Кудьяров. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин